В нашем районе начался отопительный сезон. К концу недели были запущены все 18 котельных. Больше всего проблем пришлось решать в райцентре из-за оставшихся с прошлого сезона долгов. Однако администрации района удалось убедить пойти на компромисс стороны поставщиков газа и конкурсного управляющего Некрасовского МПЖКХ. За пуском поселковой котельной следили наши корреспонденты. Чтобы затопить поселковую котельную, недостаточно просто чиркнуть спичкой. Как шаг за шагом приходит в наши батареи тепло, знает начальник котельной Сергей Суворов. Для того, чтобы подать тепло в поселок Некрасовское, нам необходимо приготовить воду. То есть нам в котельную подается сырая вода, смаж-завода. Фильтрах химводоподготовки, она проходит химическую обработку, то есть удаляются соли кальция и магния. После этого вода подается с помощью насоса в диоратор, в котором она проходит термическую обработку, то есть удаляются из воды молекулы кислорода. Готовая вода поступает на подпиточные насосы, которые подают воду в сеть. После того, как система отопления будет заполнена, включаем в работу сетевые насосы, которые циркулируют воду по теплосети и через подогрейный котел. Для того, чтобы растопить котел, после того, как мы уже воду закачали в сеть, проводится настройка контрольно-измерительных приборов и автоматики, и вентиляции котла, издается постановление распоряжения начальника с записью в журнал смены оператором котельной, которая производит пуск котла в работу. Поскольку основные подготовительные работы были проведены заблаговременно, запустить котельную и подать тепло в сеть удалось достаточно оперативно. Теперь главное отрегулировать, наладить работу всей системы. Что касается тепла, когда она будет у всех жителей поселка, то по правилам, как известно, две недели это производится режимно-наладочная работа.